Приветствую вас у себя на канале. В сегодняшнем грамматическом упражнении мы будем учиться строить специальные вопросы. В английском языке существуют четыре вида вопросов. Обычные, самые простые вопросы, когда ответом являются да, нет или не знаю, то есть что-то такое обобщенное, это и есть общие вопросы. То есть, допустим, мы спрашиваем, ты любишь там что-нибудь, ты ходишь куда-нибудь, просто когда мы хотим услышать да или нет, ну или, как я уже сказала, не знаю. То есть, в общем требуется информация. Вопросы, которые вы сейчас видите на экране, это вопросы специальные, special questions. То есть, почему они специальные? Потому что на такие вопросы мы уже, так сказать, не отвертимся обычными да или нет. То есть, на вопрос, вот как первое предложение, что она любит пить? Мы не можем сказать да или что она любит пить? Нет. То есть, вот он и есть специальный вопрос, так как он начинается со специального слова. Что такое специальные слова? Это такие разные вопросительные слова, как, например, что, кто, какой, сколько, как долго, там, какого вида. Ну, то есть, когда нам нужен на специальный вопрос, специальный ответ, То есть, какой-то такой конкретный. То есть, все вопросы, которые начинаются с вопросительных слов, это специальные вопросы. Как же они образуются? Так же, как и обычные вопросы в английском языке, им требуется вспомогательный глагол. То есть, единственное, что порядок слов немножко теперь... В принципе, он остаётся таким же, но надо тут учитывать некие тонкости, так скажем. На самом деле, ничего сложного, опять-таки. Вот, допустим, возьмём сразу с практики. Первый вопрос. Что она любит пить? Вот как перевести такой вопрос? Слово «что», как вы уже многие, наверное, знаете, это «what». Теперь, если бы это был общий вопрос, который, как я уже говорила, требует ответа «да» или «нет», вот как бы вы перевели? Допустим, «она любит пить», ну, чтобы не было там совсем так непонятно, да, звучание непонятное. Допустим, «она любит пить чай». То есть, мы бы начали со вспомогательного глагола. Правильно? Правильно. То есть, вопрос стоит в простом настоящем времени. Present simple. Вспомните, какие вспомогательные глаголы в present simple. Напоминаю, «does» – это для «он», «она», «оно», «ду» – для всех остальных. Здесь «она», значит, выбираем «does». Значит, было бы «does she like…» Дальше инфинитив, не забываем, да, что делать, значит, с частицей «to». «Does she like to drink tea?» Да, чай, как мы договорились. Вот это общий вопрос. Мы можем на него просто ответить «да», «нет», «не знаю». Теперь, чтобы конкретно спросить, что она любит пить, вот уже специальный вопрос, потому что есть специальное вопросительное слово «что». Просто, как бы вот на первом месте у нас стоит вспомогательный глагол в общем, да, вопросе. Вот «what», вернее, «does she like to drink?» Вот это «does» на первом месте в общем вопросе. А когда специальный вопрос, мы как бы на нулевое место теперь, первое место у нас же занято вспомогательным глаголом, а вот как бы еще перед ним, то есть, как я говорю, на нулевое место мы ставим вот это самое специальное слово. Ничего сложного. То есть было «does she like to drink?» А теперь будет «what does she like to drink?» Вот и все, ничего сложного. Надеюсь, понятно объяснила. Давайте попробуем перевести второй специальный вопрос. Опять-таки, потому что здесь есть вопросительное специальное слово «когда». Так же, как и «что» – это специальные слова. «Когда» по-английски будет «when». Надеюсь тоже, что вы его уже встречали. «When». Значит, опять-таки, чтобы не было сложно, как бы перефразируем этот вопрос в общий вопрос. Когда нам нужен ответ «да» или «нет». Вот здесь у нас «когда твоя мама приходит домой?» А давайте просто спросим. «Твоя мама приходит домой?» То есть, опять-таки, «мама» – это «she», «она». Значит, в простом настоящем времени, в коем и стоит этот вопрос, нам нужен вспомогательный глагол «does» для «she», для «она». Значит, «does your mother come home?» Без лишних артиклей, без предлогов. Это устойчиво. «Приходить домой?» «Come home». А то многие говорят «come to home». Нет, это ошибка. Просто «come home» – «приходить домой». Значит, «does your mother come home?» Это был общий вопрос. Теперь, как я говорю, на первом месте у нас стоит «does», а нам нужно сделать специальный вопрос. «Когда твоя мама приходит домой?» Все остальное остается неизменно, вот как мы сейчас построили. Только мы добавляем то самое, как бы, нулевое еще место с вопросительным словом «когда». Запоминайте, да, начало? «Does your mother…» А теперь мы делаем «when does your mother come home?» Слышите, продолжение абсолютно идентичное. Давайте попробуем третий вопрос перевести. Опять-таки специальный, опять со словом «что». То есть я не просто спрашиваю «твой сын любит кушать?», а я спрашиваю «что любит кушать твой сын?». То есть мне нужен специальный ответ на специальный вопрос. Но для начала, опять-таки, сделаем общий. «Твой сын любит кушать?» Любит ли кушать твой сын? «Твой сын». Опять, не ловимся на то, что это «your». Многие, вот как я уже говорила, видят, что это «your», «твой» значит это второе лицо. Нет, «твой сын» равно «он», значит это «he». Значит и вспомогательный глагол будет не «do», а «does». «Does your son like?» Любит, да? «Что делать?» Инфинитив, не забываем «to», опять-таки. «Like to eat». То есть получилось «does your son like to eat?» Это мы образовали общий вопрос. Можно ответить «да», «нет», «не знаю». Но нам нужен специальный вопрос. Что любит кушать твой сын? Значит, вот было начало. «Does your son like?» А теперь «what does your son like to eat?» Ничего сложного. Переходим к четвёртому вопросу. Опять-таки специальному. Опять слово «что». Подсказка, кстати, «вечером», кто забыл, да? «In the evening». Артикль, правда, здесь уже не подсказывает, но всегда такие выражения, как «утром», «днём» и «вечером» с определённым артиклем «the». «In the evening». «Evening» – это у нас вечер. Значит, что она любит читать вечером? Давайте, опять-таки, сделаем общий вопрос. То есть я всё это говорю, чтобы было вам полегче. А потом, как это образуется? Чтобы сразу не было много всего, что ещё и вот так, а потом вот это, куда слово поставить? Общие вопросы – это уже достаточно легко. Поэтому. «Она любит читать вечером?» «Она», «she». Начинаем со вспомогательного «does». «Does she like…» Что делать, да? Не забываем. «To read» – читать. «In the evening». «Does she like to read in the evening?» А теперь нулевое место добавляем перед «does». Что она любит читать вечером? «What does she like to read in the evening?» То есть не надо изобретать никакой велосипед, всё просто. Пятый вопрос. «Что любит делать вечером твой папа?» Ну, то есть в русском языке слова в вопросе можно менять. «Что любит твой папа делать вечером?» «Что любит делать вечером твой папа?» В английском языке достаточно фиксированный порядок слов. Поэтому примерно будет так же, как в четвёртом, да? То есть «что твой папа любит делать вечером?» Там было «что она любит читать вечером?» А теперь «что твой папа любит делать вечером?» То есть сначала подлежащее, а потом уже сказуемое. Итак, папа – это he Опять-таки, общий вопрос Начинаем с does Опять делаем общий, да? То есть, твой папа любит Вернее, ну, здесь делать Как-то звучит, знаете, твой папа любит Ну, пусть будет так же, как выше Читать, общий вопрос делаем Твой папа любит читать вечером? Ну, или там, неважно, кушать вечером Does your father like To read, например, читать Или to eat in the evening Здесь у нас было делать Делать – это do Значит, what does your father like To do, инфинитив Что делать? To do in the evening Номер шесть Специальные вопросы, да, напоминаю? Здесь у нас специальное вопросительное слово где Где – это у нас where Так же, как и куда Одинаково они звучат Where – где, where – куда Твоя дочь Your daughter Учиться – это у нас study Учиться Study – учить, изучать, учиться Это все туда же относится Итак, значит, сделаем сначала общий вопрос То есть, твоя дочь учится То есть, интересуемся Вот встретили знакомого или знакомый И спрашиваю Ну как там, твоя дочь учится Где-нибудь, имеется в виду Да, вы требуете просто по факту Да или нет сначала А потом уже будете уточнять Специальным вопросом Где же она учится Итак, дочь – she Вспомогательный глагол – does Does your daughter study? Но вам этой информации не хватило И вы спрашиваете Where does your daughter study? Опять-таки, на нулевое место перед does Вы поставили специальное слово Где? Where? И последнее Седьмое предложение Седьмой специальный вопрос Какую книгу хочет купить твой брат? Значит, какая, какой, какие Это так же, как и что What? Значит, какая книга Или какую книгу будет What book? Мы можем сказать What book? What pen? Какая ручка Или какой стол What table? Неважно Какой дом? What house? То есть, what – это равно Что и какой Опять-таки, сделаем сначала Общий вопрос Чтобы вам было полегче На первых порах Потому что я уже говорила Что все эти упражнения Для начинающих изучать язык Значит, общий вопрос Как у нас будет звучать? Твой брат хочет купить книгу? То есть, вообще, интересуемся Будет он ее читать? Нужна ему книжка или нет? Будет покупать? Нет? Хочет? Есть у него такое желание? Брат – это he Значит, вспомогательный глагол does Does your brother Хочет, да? Want Хотеть – это want Что сделать? To buy Потому что покупать – это buy Does your brother Но это был общий вопрос На своих местах? Ничего сложного Ну и теперь Как обычно я делаю В подобных упражнениях Все семь специальных вопросов Только по-английски Без лишних каких-то пояснений Толкований слов То есть, переводим просто с листа What does she like What does your father like to do In the evening? Where does your daughter study? What book does your brother want to buy? Добрый день